Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ас-саляму алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Субиду Сёс» я и её ведущий Турсунбек Амурзаков. А сегодня у нас в студии патриот нашей страны, многогранная и талантливая личность, меценат, почётный строитель Республики Казахстан, президент благотворительного фонда Тлеб Сапар Искаков. Сапар Искакович, вы действительно легендарный человек в нашей стране, вас многие знают. И вы уже обошли около 129 стран мира. У вас впереди большая цель обойти все страны, которые входят в Организацию Объединённых Наций. То есть у вас ещё впереди большая цель, которую вы должны достигнуть. Вы всегда в движении, всегда в работе, и это, конечно, очень импонирует вам, вашей жизненной позиции. И вот в нынешнее время, в период кризиса, и даже в любое время, если взять, то всё это требует затрат, всё это вот для этого нужны деньги. Ну, почему вы занимаетесь вот меценатством? Зачем вам это нужно? По Корану все мы должны делать благотворительность. Ну и казахи тоже преследовали всю жизнь этому принципу, что надо одну часть отдать людям, которые нуждаются. Одну часть надо потратить на себя, а третью часть можно направить на бизнес или там на какие-то другие дела. Я вот всю жизнь по этому принципу живу. Везде есть такой вот институт меценатства. В России, я знаю, это очень развито. В Америке есть люди, которые, ну, Бильгейт, допустим, он, говорят, там, несколько миллиардов долларов каждый год выделяет фонд, благотворительный фонд. В прошлом году принц Саудской Аравии, где-то там порядка то ли 50, то ли 60 миллиардов долларов просто раздал людям. Когда у него спрашивают, а почему вы так сделали? Он говорит, Аллах дал, я, говорит, его отдал людям, которые в нем нуждаются. Я, говорит, оставил себе столько, сколько мне нужно для... Для работы. Для жизни. Так что я просто пользуюсь этим случаем. Я многим советую людям, которые имеют такую возможность, проявите благотворительность. Помогите людям в мероприятии, провести фестивали, помочь ученым в поездках куда-то. Допустим, молодым людям поступить в какие-то вузы, в какие-то практики вузы. Да все благотворительность. Вы всегда движетесь, всегда вот вы работаете. И надо сказать, что вы, кроме того, что, говорится, занимаетесь меценатством, вы очень сами интересный человек. Успеваете полетать на сверхзвуковых самолетах, побывать там на Северном полюсе, на Южном полюсе. Это же рискованно в стратосферу улететь или поехать в Северный полюс или в Южный. Почему у вас так получается? Почему вы совершаете вот такие поступки? В 2006 году я получил обширный инфаркт миокарда. Это болезнь сердца. Ну, вот как мне объясняли врачи, обычно, оказывается, 30% людей умирает дома. 30% людей умирает по дороге до больницы. Значит, и 30% только выживает. Ну, это информация, это была, может быть, устаревшая. Ну, сейчас, конечно, у нас лучше работа кардиология, есть и машины, которые сразу человека может начинать лечить. Но на тот момент вот такая была обстановка у нас в стране. Я выжил, меня отвезли где-то час ночи в больницу. Я даже не знал, что у меня инфаркт. Я только узнал, когда меня везли, и врач говорит водителю, вы, слушай, едьте, тише, тише, вы не знаете, значит, кого везете, какого больного везете? Я еще думаю, а что так? Я вроде бы хорошо себя чувствую. Они так переживают. Привезли, утром мне врач говорит, что у меня инфаркт обширный, что мне предстоит долгое лечение. Я тогда подумал, что для меня туризм уже все кончился, да. Я до этого проехал там больше ста стран мира, как турист. В то время. Да. И тут получается, что для меня уже путь закрыт дальше. А потом долго меня успокаивал лечащий врач, она говорит, значит, инфаркт – это не приговор. С инфарктом, говорит, можно жить. Вот. Только, говорит, надо постоянно лечиться. Угу. Вот. Я говорю, хорошо. Вот. Я вот это ее слово запомнил. Я как раз год тому назад заказал поездку в Антарктиду на Южный полюс. У меня срок подошел, а я уже переболел инфарктом. Вот я через полгода после лечения прихожу к ней. Я говорю… Хочу поехать. Да, Елена Викторовна, я говорю, как мне будет, вот у меня приглашение. А там строго, если есть болезнь сердца, автоматически вас исключает из проекта. А это проект американский. Вот. Она говорит, вы что, вам нельзя ехать, нельзя ехать никуда. Я говорю, я же всю жизнь мечтал попасть на Южный полюс, вот теперь у меня предстоит такая возможность. Возможность. Да, и вы мне должны, вы же сами сказали, что с инфарктом можно жить, как нормальный человек. А тут получается, что я действительно не могу. В общем, долго мы сидели, я ее уговаривал. Я в 2007 году попал в Антарктиду. И мне удалось впервые поднять или водрузить казахстанский флаг на Южном полюсе. Замечательно. Вот. Это для меня было испытание, испытание себя. Я испытал, что действительно с инфарктом можно жить. А после этого... Мы и для других доказали. Да. Я потом... Сделали мы передачу с Абай Кабатайчем, это вот главный врач республиканской больницы. Мы сделали передачу, что вот на моем примере другим сказать, что не надо бояться инфаркта, надо лечиться. И с инфарктом можно жить, как нормальный человек. Что это уже не то время, когда уже люди считают, что чуть ли не инвалид. Вот. А так можно жить. После этого я в 2008 году съездил в Арктику. В 2009 году я поднялся, как вы говорили, в стратосферу на высоту 22 километра на истребителе МиГ-29. Это из Нижнего Новгорода, это Россия. Вам тогда сколько лет было? Мне было 68. 75 лет я прошел полный курс подготовки к космонавтам в городе Зугесово. Это вот невесомость, центрофуга. Значит, на тренажерах стыковка союза с МКС. В ручном варианте, автоматическом. Ну, в общем, все вот процедуры я прошел. И получил сертификат, что я... Замечательно. Вот у вас действительно было такое намерение, что вы хотите полететь и прошли такие курсы. Я просто испытал себя, свой организм, что человек может при желании достичь всего. Ну, много у нас вот показывает это вот паралимпийцы. Один получил такую травму, он сник и пропал. Другой настойчиво, значит, живет, участвует как полноценный человек. Видите, вот это характер. То есть характер, дух человека, да? Да. Вот вы, возглавляя экспедицию по следам Бабалар-Змин. Вот цель этой экспедиции, вы уже прошли где-то около 15, что ли, государств. 30 уже государств, да. Приличное время проводите в этих экспедициях. А цель этой экспедиции, для чего эта экспедиция, с какой целью она организована, какие задачи? В 16-м году мы сели, как говорят, наши предки на коней. И поехали по следам наших предков, докуда они доходили. Искали код нации, искали границы нашего государства. И в 2016-м году мы проехали по 8 странам. В 2017-м году мы проехали 22 страны. И в этом году мы уже побывали в 6 государствах. Это Египет, Индия, Япония, Корея, Китай, США. И в этом году у нас, мы продолжим токан за годы еще, мы должны побывать Украина, Ливан, Сирия, Иордания, Израиль, Палестина. А на следующий год мы планируем еще 20 с лишним стран проехать. В общей сложности более 50 стран мира. Пока мы сдали 32 фильма «Казах-ТВ», они уже показали. И в этом году у нас до конца года еще будет порядка 16 фильмов. Всего должно быть у нас около 100 фильмов документальных. И не просто у нас, где наши предки побывали, а оставили огромный след в истории, в культуре этих народов. Где они жили, где они правили. Вот мы на сегодняшний день имеем многочисленные карты, где указаны границы казахского ханства. Допустим, шведским ученым, исследователям. Старинные карты. Да, российским, картографами, которые были указаны все границы. Это примерно 18 век. Есть карты 13 века, 14 века. Есть копии секретных карт из Ватикана, нам разрешили. Из Венеции, из Парижа. Теперь специально я попросил одного ученого российского. Мы полностью исследовали 43 тома летописи Российской империи. 43 тома. Взяли оттуда все то, что касается половцев, кипчаков, наших предков. Получилась у нас небольшая книга. Его перевели из царо-славянского на русский язык. И где у нас указано, где была граница наших предков. Она проходила южнее Киева, чуть южнее города Бреста, чуть южнее Харькова. Наши предки жили от Волги до Дуная. Между, допустим, вот называется, восточные кипчаки. Это жили, ну, в то время это вся, это великий степь назывался Дечник Кипчак. Это с легкой руки персидского путешественника, который он увидел, когда приезжал в Харизм. Это было в XIII веке. Первый, с кем контактировал, это были кипчакские племена возле Харизма. И вот он назвал всю степь степью кипчакской. От Алтая до Дуная. Вся степь называлась Дечник Кипчак. И все народы, которые там проживали, всех называли кипчаками. Они делились в восточной кипчаками, это от Алтая примерно до Волги или до Идели и Яика. Центральные это от Яика до Дона. А западные от Дона до Дуная. И там везде были у нас ханы кипчакские. Восточные, Дечник Кипчак, центральные, западные. Очень много наших предков, ханов остались. Памятники, могилы, курганы. Это вот тысячи этих курганов. Тысячи курганов, которые на юге России, Украины, Белоруссии. Сейчас вот они ироскопы делают. И там очень много находят. Так же, как мы находимся. Свидетельство того, что эти кипчакские ханы. Ну вот сейчас, на следующем месте мы едем в Украину. Специально уже на эту тему. И в 12 государствах наши предки были правителями. Попали они туда, как рабы, дошли до уровня султанов. Замечательно. 12 государств. Вот назовите мне хоть одного народа, которые попали в другую страну, и там стали правителями. Вот я, допустим, не знаю такого. Замечательно. То есть вы исследовали это дело? Продолжали. Да, продолжаете дело исследовать. Наша задача, наша задача, вот как разведки. Вот мы указываем точки, где что есть цены. Задача. Следующая. Свидетельство образования, молодых ученых, ехать туда, уже действительно там уже... Поглубже. Поглубже. Копать, искать, находить. Мы же там за несколько дней, конечно, мы такую работу не можем делать. Но самое главное, мы уже показываем. Обозначили. Да, обозначили. Куда надо ехать. И наши предки никогда не разговаривали на чужом языке. Они разговаривали на своем казахском, в то время называлось кипчакском. Чурский язык делится на два диалекта. Огусский и кипчакский. Мы говорим на кипчакском диалекте. Казахский язык. В то время как английский. Мамлюки. Мамлюки. Наши предки. Кипчаки, мамлюки. Которые правили всем этим арабским миром. 132 года. Они же никогда не разговаривали на арабском. Они разговаривают чисто на кипчакском языке. Арабы учились. Они создавали такие вот словари, где перевод был кипчакский на казахский. Жили в юртах. Пили кумыс. Ели мясо. Жили как у себя в кипчаке. Точно так же в дилийской султанате. В Азербайджане, в Иране, где они правили. И нашей молодежи надо больше говорить на своем языке. Знать свою историю, культуру. Вот тогда действительно вы будете немного соответствовать своим предкам. Замечательно. Сапарас Кахович, большое вам спасибо за тот ваш интересный рассказ, который вы рассказали. И действительно таких собеседников, как вы, не встречал. Потому что, говорится, я вот узнал много интересного для себя, как гражданин своей страны, как казахстанец. И я вот просто очень вас уважаю за вашу работу. То, что вы, кроме своего бизнеса и зарабатывания для себя, вы работаете для того, чтобы просвещать свой народ. Рассказывать, показывать и пропагандировать то, что было в нашей стране, у нашего народа. Это вы делаете очень большое благородное дело для всех нас, казахстанцев, для своего народа. Большое вам спасибо за ваш труд. Да, и хочу, говорится, поблагодарить за сегодняшнее участие. На этом, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Аман Сау Баламздар. Продолжение следует...